Насторожить родителям могут любые несоответствия примерно среднестатистическим возрастным нормам развития предречевого и речевого развития, а также развития коммуникации. Родителей должно насторожить в первую очередь отсутствие речи, отсутствие желания повторять, потому что способность повторять заложена природой. Если в год ребенок не говорит ничего, не гулит, не лепечет, то мы обязательно идем к специалисту. Если в два года у ребенка меньше 10 слов, если в два года ребенок не говорит фразы и по большей степени молчит, то это тоже повод идти к специалисту. Ну а уж если к трем годам ребенок молчит и, в общем-то, использует только лепетные слова, биби, дай, на, то это вообще нужно бить тревогу и показываться специалисту. Должны быть какие-то вопросы, ребенок должен чем-то интересоваться. Если этого всего нету, то есть ребенок занимается чем-то одним, любит только одну какую-то игрушку. Любое аномальное поведение, ну то есть отсутствие каких-то эмоций, отсутствие познавательного интереса, двигательного интереса, это повод насторожиться. Например, если в раннем младенческом еще возрасте ребенок не начал лепетать, либо с задержкой, если лепет появился, но не развился в дальнейшем в слова, а, например, угас, то это может быть уже сигналом к тому, что речевое развитие ребенка уже нарушается. В любом случае для любого возраста есть своего рода такие, ну как мы называем, красные флажки, по которым мы можем ориентироваться. Также такими флажками могут быть такие признаки, как, например, отсутствие у ребенка улыбки в ответ на улыбку взрослого. Или, например, если ребенок не обращает внимания на игры других детей, если играет обособленно, самостоятельно, где-то один. Это тоже может быть поводом для обращения за плановой консультацией. В первую очередь, если ребенок в возрасте 6 месяцев не реагирует на речь или реагирует на нее неадекватно, то это повод уже начать беспокоиться. Потому что в этом возрасте ребенок активно должен воспринимать речь, он должен ее слушать, прислушиваться и по возможности пытаться повторять. То есть какие-то звукокомплексы брать на вооружение. Если в 9 месяцев ребенок не реагирует на свое имя, это тоже повод задуматься и обратиться к специалисту. Ну и, соответственно, если в 12 месяцев, скажем, часто бывает такое, приходят родители с таким вопросом, что в год или в полтора года остановилось речевое развитие. Это тоже очень серьезный повод для того, чтобы обратиться к специалисту. Ну и, естественно, если к 3 годам ребенок разговаривает на своем языке, если даже близкие его плохо понимают, это тоже серьезный повод обратиться к специалисту. Если вы видите очень сильное нарушение звукопроизношения, например, ребенок очень сильно говорит в нос или у него очень сильно текут слюни, вываливается язык. Вот это все, в общем-то, признаки, по которым нужно уже идти к логопеду и к неврологу. Субтитры создавал DimaTorzok